итак всем привет сегодня будет обзор на дрипку компания аугвейп прислала мне свою новинку это templar rda ссылку на сайт производителя где можно купить данный девайс я конечно же оставлю в описании видео будет коротким про дрипку рассказывать долго не о чем поэтому приступим диаметром 24 миллиметра выполнена из нержавейки рассчитана по две спирали имеет уникальные стойки с креплением обоих спирали одним винтом позолоченная база и позолоченный пин доступна в двух цветах стальном и черном приходит она вот такой упаковке стандартная для компании аугвейп это такой тубус здесь у нас написано templar rda ссылки на социальные сети из крючка для проверки подлинности в комплекте нас идет сама дрипка вот такой zip здесь позолоченный пин под склонг набора рингов и переходник под 510 дриптип также в комплекте идет дополнительный купол из пластика почему-то в моей коробке не оказалось ни одного ключика может быть это тестовый образец продажной версии может быть будет какой-то ключик теперь перейдем к рассмотрению дрипка очень маленького размера сейчас я заметил такую тенденцию дрипки все очень мелкие от этого пар становится очень горячий и почему производитель сделал плюс ко всему такой маленький дриптип дриптип кстати 810 без а ринговый как по мне в стоке дриптип должен быть повыше потому что использовать дрипку именно со стоковым дриптипом не совсем удобно все летит в рот при тестах я использовал свой дальше мы сразу видим винт которым зажимаются спирали я буду выполнен видео таких прорезей а ринги здесь очень тугие чтобы отрегулировать подачу воздуха как минимум нужно взять в руки салфетку потому что все крутится очень туго даже даже с жидкостью вот сейчас даже на камеру не могу этого сделать ну ладно по ходу снимаем купол вот как вы видите у нас такая лесенка здесь сразу заметно такие пазы они должны совпасть с выступами на базе таким образом обдув у вас всегда будет напротив спиралей так снимая эту часть вот как вы видите здесь такая лесенка получается обдув перекрывается по одной полосе я перекрываю обычно верхний ряд и для меня становится тяга и вкус вполне приемлемыми в общем как вы видите о ринге очень дугие я буду здесь лучше поставить один раз и больше его не трогать ну вот как-то так должно получиться ну каждый конечно же настроить под себя переходим к базе я еще не встречал дрипки с таким вариантом зажима спирали одним винтом сразу конечно я был настроен скептически насколько один винт может с этим справиться в принципе справляется есть конечно один момент который нужно учитывать при установке спирали но сейчас мы к этому еще придем вот так у нас выглядит база ванночка не сильно глубокая много жидкости сюда не поместится конечно для использования на склонке вот здесь у нас есть такая прорезь и через нее будет жидкость поступать снизу если вы будете использовать ее на склонке внизу у нас стандартно сертификаты компания и порядковый номер 20252 много их наклепали винт похоже что каленый судя по всему должен прослужить достаточно много времени но опять же все покажет только эксплуатация также в комплекте есть еще вот такой пластиковый купол здесь обдув реализован немного по-другому вы видите он с таким скосом и воздух заходит сверху вниз дриптип сюда не становится то есть использовать можно только в таком виде в таком комплекте жидкости в рот попадает еще больше поэтому использование данного купола для меня лично нецелезообразно так установил ее на базу теперь установим намотку проденем вату и потом продолжим а а и а и а и а и и и а и а и и и Субтитры подогнал «Симон» Как вы заметили, при прожиге спирали разгорались неравномерно. Это как раз из-за особенностей конструкции стоек. Один винт, это немного геморройно для правильной фиксации всех четырех ножек. И придется немного поиграться. Один из моментов, обязательно, если вы приобретете данную дрипку, при установке спирали ножки должны немного выходить наружу. То есть не нужно делать так, чтобы ножки были где-то внутри. Обязательно концы должны торчать наружу. Таким образом спирали лучше притягиваются и получается надежнее контакт. Неравномерный разогрев спирали как раз происходит из-за плохого контакта. Это касается всех абсолютно стоек и всех видов крепления спирали. То есть если у вас одна спираль разогревается медленнее, чем вторая, то первым делом нужно подтянуть хорошо все винты. И потом уже дальше гонять коз. Вот как и в этом случае. Вроде бы было все сделано правильно, но пришлось все равно потом открутить. Уже не на камеру проверить все концы спирали и хорошенечко еще раз затянуть винт. И после этого спирали начали правильно разогреваться. Как вы видите ванночка совсем не глубокая и много жидкости сюда не поместится. Обдувчик я уже установил так как мне нравится. Дриптип я буду использовать вот этот. Он повыше, долетает совсем немного жидкости. Но даже при таком дриптипе все равно какие-то капли долетают. Теперь пришло время поумничать и сказать пару слов о вкусе и удобстве. Валит дрипка неплохо. Вкусопередача, я бы так сказал, на среднем уровне. Это не самое вкусное решение, но и не самое плохое. То есть где-то посерединке. С перекрытым верхним рядом обдува тяга становится в меру свободной. Для меня это как раз то, что нужно. Что касается использования, то в принципе никаких сложностей здесь нет. Только нужно поиграться с установкой спирали и правильно все затянуть, чтобы правильно все работало. Во всем остальном дрипка как дрипка. Ценник на нее, как и на все товары от компании Oglabe, не очень высокий. В интернете можно найти там в пределах 26-27 долларов. Ссылки я оставлю в описании. Ну а вы уже решите покупать ее или нет. По шуму, я думаю, на микрофон тоже слышно. Она не сильно громкая. В общем, дрипка как дрипка. Удивить ничем не удивили. У меня на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. До встречи в эфире.